Жизнь Юлии Мамай неразрывно связана с детским садом Кораблик. Она ходила в него, когда была еще ребенком. После вуза устроилась сюда работать с педагогом и уже два года работает в нем заведующий. Когда я пришла в дошкольную педагогику, получила образование, и у меня встал выбор, где работать – в Москве или в родном городе. Я не задумываясь выбрала родной город. Это место, которое я люблю, это место, где я живу, это место, которым я горжусь. И уже тогда я хотела приложить все усилия, чтобы сделать свой город лучше. Желание сделать город лучше и привело Юлию Мамай в движение общественной поддержки «Химки. Интересно жить». По ее словам, это дало возможность не только выдвигать инициативы по благоустройству родных химок, но и объединяться для их реализации. Говорит, стимулом двигаться вперед является наличие вокруг людей с активной жизненной позицией. Хотя в самом начале, когда добровольческое движение только зарождалось, было трудно представить, что оно перерастет в такой масштабный проект. Есть люди, есть идеи, но непонятно было, где найти свою аудиторию, где проводить эти мастер-классы. Вообще непонятно было людям, а нужны ли они, а интересно ли это. Вот как раз я взяла на себя такую функцию – помогать людям находить свою аудиторию. Мы искали вместе место, где это можно провести. То есть занималась организацией мастер-классов в рамках проекта «Химке интересно жить». В период пандемии мастер-классы перешли в онлайн, а чаты по интересам стали площадками, где химчане начали делиться идеями по развитию микрорайонов. Эти идеи и стали основой будущих проектов. Очень много интересных проектов. Например, благотворительные проекты «Театр наш дом», который приезжал в детские сады, приезжал в детские школы с отличными, прекрасными, очень талантливыми, совершенно бесплатными спектаклями. Благодаря инициативе химчан в 14-й школе реализуется проект «Спортивное ядро». Это спортивная площадка нового типа, включающая все необходимое для ежедневных занятий. Новое безопасное и современное покрытие, ворота для игры в футбол, баскетбольные кольца, легкоатлетические дорожки. Этот проект нужен не только этой школе, ученикам этой школы и их родителям. Этот проект нужен всем жителям микрорайона, потому что школа – это всегда такой и культурный, и спортивный центр, куда приходят родители с детьми. И я думаю, это спортивное ядро станет тем местом притяжения для всех тех детей, родителей, семей, которые нуждаются вот в такой площадке в нашем микрорайоне. По словам Юлии Мамай, химки – это в первую очередь люди. Поэтому важно научиться слушать их и совместными усилиями делать жизнь в городе лучше. Не нужно ждать, что кто-то что-то сделает за нас. Только вместе, только объединившись, мы сможем сделать наш город лучше. Редактор субтитров А.Семкин